Конституция это не простой закон, конституция это очень важный политический, в том числе документ, который определяет многие вещи на 5-10 лет вперед. Я и в прошлом году, и когда выдвигался первая инициатива по изменению конституции, и в этом году, я сразу определил свою позицию, что я против таких изменений. Вот мне понравилось выступление, вернее слова депутата Мамбекова о том, что конституцию в качестве отговорки разные политические силы применяют. Я думаю, что эти слова можно обратить ко всем сторонам, и к правым, и к левым, и к тем, и к этим. И что в этой ситуации можно тогда поставить во главу угла, для того, чтобы вот такие вот отговорки, они как бы... Ведь каждый пытается перетянуть на идеал на себя. Что в этой ситуации может каким-то образом стабилизировать наше обсуждение? Это прежде всего, конечно, процедуры. Вот именно потому, что процедуры нарушались и в прошлом году, и на мой взгляд, процедура нарушается в этом году, я прежде всего был против того, чтобы конституцию меняли. Уже не говоря о том по содержанию, по содержанию тоже у меня, как у юриста, очень много было вопросов. Но что касается процедур, ведь никто не спорит, что Джорг Кукинеш не может менять конституцию до 2020 года. Ведь с этим никто не спорит, да, потому что это записано в моратории, которая есть в конституции действующей. Для того, чтобы менять конституцию, сейчас выдвигается тезис о том, что народ может менять конституцию. Но мы же понимаем, что для того, чтобы народ менял конституцию, народ должен каким-то образом выразить свое мнение. Правильно? Каким образом это мнение было выражено? Были ли какие-то массовые обращения? Или был ли проведен, как вот уважаемый Аксакал предлагает, сначала провести референдум о том, нужно ли менять конституцию или не нужно? То есть такого референдума тоже не было. Были ли какие-то другие формы обращения к депутатам, к президенту, к правительству или вообще в целом к обществу? Ничего этого не было. То есть парламент на себя взял смелость проявить эту инициативу, хотя мы знаем четко, что эта инициатива ему запрещена до 2020 года. Дальше идем. Когда мы говорим о том, что если все-таки парламент хорошо говорит этот тезис, что народ это единственный источник власти, все мы с этим соглашаемся, мы говорим, да, народ это единственный источник власти. Да, парламент является представителем этого народа, это представительный орган, но парламент одновременно не может узурпировать волю народа. И если возникают различные мнения по этому очень важному вопросу, мы ведь все соглашаем, что это очень важный вопрос, Конституция, тогда нужно идти на установление определенных процедур. Поэтому была выдвинута идея о том, что надо какой-то, наверное, орган создавать Конституционное совещание, потому что когда говорят, что хорошо, вот сейчас идет всенародное обсуждение, но потом парламентские фракции посовещаются, сами решат, что нужно, что не нужно, вынесут этот законопроект на референдум, который уже потом нельзя будет менять, это не всенародное обсуждение. У нас даже, как мы сейчас видим, всеобщепарламентского обсуждения нет, нет никаких дебатов в парламенте, и тем более общенародного обсуждения нет. Для того, чтобы это общенародное обсуждение действительно было признано легитимным, нужно создавать какие-то процедуры. А этих процедур пока нет. Понимаете, в чем дело? И если даже эта Конституция на референдуме пройдет, если она будет принята, вот эти вопросы о легитимности к этой Конституции, они будут возникать постоянно. Эти вопросы о легитимности будут возникать постоянно, и это будет прежде всего бить не только, не в первую очередь по участию, но прежде всего будет бить по власти. Ведь в чем получается опасность проведения этого референдума? В том, что те политические партии, те политические группировки, силы, которые проведут этот референдум, они берут на себя риск того, что завтра другие политические партии, другие политические силы скажут, ребята, вы провели это все нелегитимно, мы сейчас начнем опять менять. То есть уже через полгода, через год опять появится инициатива для того, чтобы менять Конституцию. Кому это нужно? То есть в чем заключается риск? Те референции, которые сегодняшние политические партии, политические силы, вероятно, предполагают получить в результате этого референдума, они могут оказаться простым дымом, они могут оказаться неосязаемыми, или наоборот, более того, могут ударить по нынешним политическим силам, понимаете? То есть вопрос легитимности соблюдения процедуры признания действительно справедливости этого референдума, это очень важный вопрос. Мы ведь уже, вот некоторые говорят, что мы ничему не учимся, на самом деле мы ведь смотрим, какие у нас процессы проходили в прошлом истории, да? И первый президент, и второй, и третий, вот сейчас у нас четвертый президент. Вот я очень надеюсь, что все-таки мы набираемся этого политического опыта, исторического опыта, и должны все-таки приходить к тому, что если есть в обществе все-таки разные полярные мнения, да? Есть за, есть за, действительно, определенная часть общества считает, что нужно проводить. Есть против, но для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу, нужно создавать вот эти процедуры. Это первое. И второе, я просто хочу напомнить, ведь все знают, что Англия живет без конституции, да? Все знают, ну, может быть, часть знает, что и Израиль живет без конституции. Почему у Израиля конституции нет? Они очень долгое время хотели принять эту конституцию. Они создавали определенные органы, они создавали процедуры, но они просто не договорились. То есть общество не пришло к единому консенсусу о том, какая конституция по содержанию, по форме должна быть. И они оставили этот вопрос. Кто сейчас может сказать, что Израиль это неразвитое государство? То есть мы говорим о том, что конституция, да, она не идеальна. Я всегда об этом говорил с самого начала. Да, конституцию, возможно, в будущем нужно менять. Но для того, чтобы менять наш основной закон, необходимы очень четкие, ясные, понятные и принимаемые основной частью общества процедуры. Если этих процедур не будет, то любые изменения, которые пройдут, не пройдут, они будут ставиться под сомнение в будущем власти. Спасибо большое.